Кисти или пуанты. Новая постройка на набережной реки Свияги привлекла внимание представителей разных сфер деятельности. Изначально здание строилось под спортивно-оздоровительный комплекс. Однако предыдущий заказчик обанкротился, а постройка отправилась в свободное плавание. Одно известно точно, сооружение не будет использоваться как площадка для розничной торговли. Его назначение – повысить доступность дополнительного детского образования. У здания есть и своя так называемая фишка – крыша солярий. Если здесь расположится филиал детской школы искусств, то юные художники смогут писать пейзажи, любуясь красотами Свияги. Это здание с автономной крышной котельной, подвинены все коммуникации. Мы ждем стартового заказчика, кто будет непосредственно использовать. И поможем этой организации или структуре комфортно освоить и оборудовать это здание, для того, чтобы полноценно оно функционировало. Последнее слово о том, кому достанутся квадратные метры – спортсменам, художникам или танцорам – остается за главой региона. Сергей Морозов посетил площадку, где из первых уст услышал идеи по эксплуатации здания. Кроме того, сейчас на набережной реки Свияги идет комплексное освоение земельных участков. Здесь введено в эксплуатацию 22 новых дома площадью более 170 тысяч квадратных метров. Сюда, в том числе, переехали жильцы аварийных и ветхих домов-стутей. При таком быстром темпе развития объекты социальной инфраструктуры просто необходимы для микрорайона. Сейчас обсуждается вопрос и строительства детского сада здесь, безусловно. И у нас есть очень хороший опыт частного государственного партнерства. То есть строительная компания проектирует и строит за свой счет, а государство его окупает. Касательно школы, здесь вопрос практически решен. Принято решение о строительстве пристроек к 40-й школе. Этого будет достаточно для этого количества жителей. Обновление предусматривает и расширение парковочных мест. Сейчас коэффициент, которому стремятся застройщики, равен единице. Одно парковочное место на квартиру. Развитие градостроительства Ульяновской области продолжили на совещании. Сергей Морозов отметил, что для дальнейшего развития микрорайона необходимы новые кадры. При строительном колледже успешно функционирует архитектурная академия. И ребята там очень талантливые. И было бы здорово, я третий раз повторяю, чтобы вы с этим ребятами начали работать. Потому что недалек тот путь, недалек тот день, когда мы с вас начнем спрашивать, где у вас специалисты. Абы как сейчас, уже такие специалисты работать не будут. Руководство области приняло решение о создании молодежного градостроительного совета. Это также позволит решить кадровый вопрос. Среди регионов Приволжского федерального округа Ульяновская область занимает первое место по воду в действии жилья из расчета на тысячу человек. В регионе действуют три жилищные программы с господдержкой. Обеспечением жильем детей-сирот, поддержка молодых семей, а также губернаторская ипотека. Основное преимущество последней – выплата на первоначальный взнос в размере 150 тысяч рублей и сниженный процент ипотечного кредита в 6,5%. Согласно национальным задачам и целям, к 2030 году в Ульяновской области должно быть построено 9,5 миллионов квадратных метров жилья. Александра Никитина и Герман Баранов, Уллправда ТВ.